Привет, это Даша. Здравствуйте, я Лидия. Сегодня снимаю видео долгожданное, потому что долгообещанное. Ну, я читала. А именно, о таком писателе, как Жданов Лев Григорьевич. Да, и так как мама тоже читала, она будет помогать мне рассказывать. Я ей буду помогать ей рассказывать. Итак, Жданов у нас... Это, кстати, не его настоящее имя. А настоящее я не помню. А ты помнишь? Ну, еврейское. Что-то на Г. Типа Грабинзон или что-то, Гаттинстейн, что-то такое. Забыл. Вот. И он писал об исторически значимых правителях России, монархических правителях. Это и Ангрозный, и Петр Первый, и Алексей Романов Первый, Романов Утрона. У них, да, и второй, даже без него. И он, и Катька, и Екатерина Вторая. И он так очень талантливо, очень так жизненно пишет об их жизни. Ну, все правители у него почему-то в детстве обязательно талантливые, обязательно судьбой обиженные, обязательно даровитые все из себя, начитанные, очень умные и разумные. И единственное исключение из этого Николая Второй, который на дух не приносит. И так же у него есть особенность. Он достаточно часто, но не всегда в книгах своих прибегает к описанию, так сказать, интриги. И причем не конкретной интриги, а общего принципа интриги. Он на примере животных. Вот, допустим, там царь говорит своей сестре, что вот, я на охоте, там и так-то, так-то с животными случилось. И вот это описание интриги идет. Также хочу подметить, что он пишет несколько книг об одних и тех же правителей, но с разных точек зрения. Допустим, если Иран Грозный венчанных затворницах буквально влюбленный романтик, то, допустим, Грозные времена, там он уже свиреп и тиран, чьи поступки не оправданы. И, к счастью, я разочаровалась в нем. В последней книге, которую я читала, видимо, интуитивно как-то выбрала. Разочаровалась, потому что мне показалось, что он рад, что невинно убиенного Целевича Алексея Николаевича Романова убили. Потому что он прям сиял счастьем из-за того, что Алексей не стал следующим правителем. Прямо откровенно радовался. И меня это очень сильно от него толкнуло. Николая Второго так он просто вообще ненавидит, больше, чем Николая Второго, ненавидит только его жену, которую ни разу даже не назвал русским именем, государственной импературой, если как-то еще исключительно оригинальным именем он ее называл. Что ты хочешь сказать? Ой, общая жданная. Ну что? Общенная, не по книгам, если идти. Нет. Просто я вот действительно, прожил столько лет, я никогда не слышала этого писателя. Хотя он в начале 20 века, когда он творил все свои произведения, это был известнейший писатель, то есть его читали многие, многие, многие. И потом он недослужно был забыт. И вот благодаря, так сказать, видимо, твоим этим блогерам... Видеоблогеры пишут, видеоблогеры снимают. Я принял, чего я зануда. Да, и благодаря вот видеоблогерам твоим мы, к счастью, узнали этого писателя. Мы, значит, скачали свои книги, да, все книги, которые он написал, и я... Которые были в доступе в интернете, потому что я недавно знала, что это не все книги. Ну, по всей вероятности, потому что... Ну, правда, к концу уже, поскольку книг много, и сплошь, и сплошь, мы читали... Да, мы читали зал, мы его просто проглатывали. Мы несколько уже объелись. Да, мы насытились и перенасытились. Как в свое время Хаббардом помнится. Чем ниже, чем ближе к концу перечни книг, которых мы у него прочитали, тем нам больше не нравились эти книги, и снижалась наша оценка этих книг. Ну, это так. И подкупает, конечно, то, что он очень, так сказать, щепетилен, описывая вот то или иное правление и характером, и быту. То есть просто чувствуется, что он владеет материалом. Очень видно, что он безвылазно сидел в архивах. Да. Перечень имен бесконечных. Ты уже, бедняжка, совсем замоталась к концу, как выписывая всех и вся. Да, затеивая я один проектик. Да. Ну, и язык, конечно. Язык замечательный, изумительный. Читаешь с таким удовольствием. Прямо-таки чувствуешь и запах на вкус. Вот видишь все, как будто ты там есть в этой эпохе. Ты их наблюдаешь, взаимодействиями, за всеми этими событиями. И очень много нового, конечно. Вот я исторических романов, правда, прочитала не так уж много. Может, как я уже говорила, как-то я боюсь их читать. Я думала, ты боишься мемуары читать. И мемуары тоже, да. Боюсь вранья и какой-то... Ну, вот Жданов именно подкупает документальностью своих этих романов, от владения языком. Писала просто вот, живешь столько много, особенного-то бывает в Розном, да. Его детство, его любовь к Настасе неизбывная. Может, она его ожесточила. Мы сейчас подробнее подойдем. Ну, обо всем, наверное, это слишком, потому что уж очень... Ну, так, голубо уже, голубо, по Европе. Уж очень. Я просто хочу сказать, что я начала читать, как ты мне скинула в каком порядке электронные книги, так сказать, произведения. Так я их и читала. Поэтому, конечно, в разбросстве это было не по порядку вовсе, не начиная там с Иоанна Грозного, кончая потом Николаем Вторым. А первую книгу я... Она у меня стояла, так сказать, в содержании. Первая книга была, а это было «Идни Сибири». И вот эта книга меня просто ушибла сразу. Ну, сейчас подожди, подожди, мы сейчас подойдем. Давай начнем. Первая, собственно, книга у Жданова, которую мы прочли, и, собственно, из-за нее именно я и скачала все остальные это «Венчанная затворница». Кратко, коротко говоря, это самое начало Иоанна Второго. Я, кстати, немножко собьюсь в мысль, я как раз читала в хронологическом порядке по правителям. И, собственно, это тот его момент, мы застаем, момент сватовства, на Анастасии на его первый жених, после смерти которой он особо ожесточился, хотя и до этого наблюдались особенности. Ну, не так, не так. Тут уж он вовсе сбушевался. Ну, там и Адашев постарался, духовником. Ну, это тоже. И мы застаем и их счастливый, ну, так сказать, брак, по крайней мере, Анастасия была счастлива, и он тоже возражал. Любил, любил. Да, 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 да. И вот, собственно, прожирает. И я никогда не думала, что буду воспринимать этого царя, как романтика. В жизни бы мне другого не пришло, но жданно удалось, да. Да, ждали, что удивительно, просто-таки удивительно. Читаешь, вначале прям влюбляешься. Детство его, хотя он несчастен, так сказать, что лишился матери. Все проблемы, видимо, из детства произрастают. Ну, по крайней мере, самые-самые такие. Это его ушибло. Но потом, вот Анастасия все-таки удалось его, поскольку любовь у него была взаимная, что он ее слушался, и что он, в общем-то, мягкий был достаточно, такой здравый, мягкий. Правитель-то был такой... Ну, на счет мягкий я бы возразила. Ну, по сравнению. Просто этот эпизод авторам был преподнесен как наиболее благоприятный. Складывается впечатление, что оно было адекватным, хотя на самом деле все-таки были какие-то грехи. Ну, кое-какие возможно, конечно, и наследственно тут... Вот, так же, ну, тут же тоже про Грозного, это... Ну, немножко наследие Грозного, хотя это не самое, оно уже после него. И Грозное время, и Третий рим, и Порча, когда тут уже... Ну, это еще одна вещь. Эпоха правления его матери Елены, книги Елены. И... Так, а, ну да, вот это все книги... Ой, они Грозным очень хорошие. Единственное, Третий рим меня не особо впечатлил, а Грозное время книга меня впечатлила за счет шока. Вот такой он там вообще... Сталин, Гитлер, по сравнению с ним, милый котят. Вот, действительно. Вот... В одни смуты это уже как раз то, что было. Это смута после смерти Грозного. Вот этот весь... Кто там был у нас? Ну, страшное время, конечно. Лжедмитрий, Минин, Пожарский. Ну... Лжедмитрий это был до Пожарского. Я запуталась. Я забыла... Ну, поскольку... В том году читал... Слух, конечно, что царевич Дмитрий вовсе даже не сам умер, а его убили. Ну, Годунов, конечно, версия-то, что... Тьфу, нанял. Я могу сказать, нанял, будем так говорить, исполнители, их вот пришибли. Тут и начались вот эти вот все, конечно, бунты и прочие дела. Достаточно долгое время вот эти предания все-таки в народе оставались, что Дмитрий живой. Живой, что убили вовсе другого. Вальца подставили. Ну, и про Александра Первого тоже говорят, что он стал старцем, на самом деле, его в усыне не умерли. Ну, да. Может быть, это тоже. Так, ну, пойдем к следующему предварителю, посвященному Петру Первому. Это стрельцы у трона отрок властелин. Когда София сестра его покрывала на себя, перетягивает. А то Хунина там тоже пришла. Любопытно. Значит, Русь, а, нет, прошу прощения, Петр и София это то же самое, поэтому читаем либо Петр и София, либо Стрельцы у трона отрок властелин. Ну, там как-то жестче выпечено. Прямо Суфия его зенавидела, надо сказать. До этого я как-то сочувственно относилась, ну, более-менее, по-кунински. она. Да. Здесь-то прямо вообще стерва, вот прямо стерва. А он все терпел еще, Петр. Ну, не то, чтобы терпел. Он тихо ее недолюбливал, у него просто не было возможности. Ну, да. Ну, да. Собирал силы, он выжидал. А это-то прямо все хотела, ты творил, кошмар, кошмар. Вот. Так что очень любопытно и очень я рекомендую с лица у трона Ройси на переломе, потому что он рассказывает о правлении первого Романова Алексея, прозванного на роде дешайшем. Очень талантливо, даровито и подробно написано, как так случилось, что именно его призвали на трон. Рекомендую читать. Вот я, например, насколько вот я много читала российских правителей, мне даже немножко уже надоели. Я решила постараться переключиться все-таки на их современников, а не на их самих. И то я всегда путалась, почему, все время забывала, путалась, почему выбрали Алексея на трон и как это произошло, и вообще вот этот порядок наследия, я ее немножко, вот же, данную в меня в голове все равно места расставила, в нужном порядке, поэтому очень советую данную книгу в частности. Ты что скажешь? Да, она тоже согласна, что все это вносит какую-то упорядоченность, если раньше какие-то обрывочные осенние, в принципе, казалось бы, знакомые, но тем не менее, без этих подробностей, без описания эпохи, окружения. Тем более, я нахитерно не встречалась у историков авторитетных, которые описали бы, они касаются этого момента, ну, то есть называют, призвали там Романова Алексея, все на этом. А здесь мы видим полную картину. Далее, твои любимые были Дни Сибири, ну, вещай. Ну, да, я только хочу сказать, что, ну, во-первых, само слово Сибирь меня, поскольку мы сибиряки, и мне, конечно, очень интересно было, как это все происходило, то есть, как она управлялась уже 270 лет по одной из линии мы сибиряки. да, 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 она и первая была у меня в списке, ну, и Сибирь, и поэтому я с большим интересом. Ну, еще я не знала, кто такой Жданов, что это, что это я не слышала никогда такого. Ну, как посмотрю, так это с опаскость некоторая, конечно, начала, и тут меня захватило, так, ну, как кто-то умеет все это вот расписать, все это показать, ты прямо живешь там, эти, вот князь Гагарина, кстати, он, видимо, предок, это Юлия Алексеевича Гагарина, так говорили, да? Они говорят, что Юлия из пристиян, но он мог стряпать себе биографию, ну, почему? Потому что в те времена предзяты же относились к алистократии и их потомкам. Ну, оно так, конечно, его выбирали, потому что он не был единственным, поэтому по всяким показателям, может быть, и правда они не дарылись до корней, что он оказывается. на фамилице. Ну, все может быть, да. И поэтому... Просто их же тоже несколько было, но они не родственники. это тоже. Поэтому мне было очень интересно вот прочитать именно вот это вот время, когда уже конец правления Петра и кто такой Гагарин, что все-таки прогрессивные у него были взгляды такие. Он в старых обрядов придерживался взглядов на... Это да, конечно, но он все-таки у него были намерения, кстати, порядок какой-то навести, поскольку все разворовывалось. Ну, это дело обычное, как говорил... Он хотел сделать Сибирь отдельным государством. К счастью, ему не удалось. Типа ханство такого, да? И мне очень понравилась эта первая книга, и я... Тогда я уже с удвоенным ременью... А я вот поставила тучку, потому что я уже насыкала, что книг 7 я уже к этому времени прочитала, поэтому уже пошло у меня... На уголь, так сказать. Да. Также фаворита интересная и хороша книга тем, что вот буквально от кого у нас? От Петра Первого и до Екатерины Второй сменилось 7 правителей. Или 6? Ну, где-то так. 6, по-моему. И вот я вечно в них всегда путалась. Кто закил? Да, и тут вот прям грамотно по полочкам разложено что-то, как и почему. И кто кем был, и кто у него был, и фавориты вот те же самые. В сетях интриги у нас последний фаворит это книги Екатерины Второй. Потом последний фаворит я бы не советовала читать тем людям, которые читали в сетях интриги и наоборот, потому что одно и то же. Династия в романах Николая Второй это спорник на самом деле произведений под эдудацией Жданова. То есть там три повести, которые посвящены эпохе Николая Второго и расположены они по Павелинцеву, пожалуй, чем дальше, тем хуже. Потому что если первая повесть Сургачева в детстве императника Второго написана со слов Оли Энгрена, который, как известно, сопутствовался вместе, Будущим императором. Она очень добрая, такая милая, ностальгическая. Видно, что автор с теплотой пишет об этом. И прямо если сердце радуется, то вторая книга Ванляра Лярского «Грех у двери, двери», как правильно? Да, двери, двери. Чуть уже более скептично, чуть более прохладно. Такая циничная даже вещь была, Ну, а последнее, самого Жданова, Николая Романова, последний царь, привергла меня в тотальный ужас. Я сидела просто, у меня было ощущение, что меня облили пардон навозом, причем навозом разным, кровием, человеческим, свинячьим, всем подряд просто. я себя чувствую просто плеваной, сплошная грязь, сплошной негатив. Такого негатива я еще не встречалась и не сталкивалась. Ну, видишь, Лев, меня вот, я не восприняла вот этот роман вот так вот, острое, как ты, положим. Дело в том, что, во-первых, меня сразу настроило на несколько другое, именно то, что Жданов был современником Николая II. Если положим, он писал адрес. Ну и что? Он не репрессирован. Он, его восприятие императора могло быть обострено тем моментом, что в тот период евреи были гонимы. Целые кварталы были это был наиболее острый период. Целый квартал изгонялись, изгонялись, избивались, женщины насиловали, были убийства бесчинственные. Видимо, ему было за своих обидно, вот он и обозлился. Не знаю, мне все-таки подкупило вначале то, что он, во-первых, был современником, то есть, он своими глазами все это Да он даже не писал эту книгу, он эту книгу наплевал, плевками, вот прям эти буквы. Фигуры, конечно, неоднозначные, поэтому конечно судить каждого правителя. Я согласна, что он как правитель, он рожден не для правления страны, это точно, но зачем же так-то? Ну, не знаю, вот так он воспринимал, так он написал. Я не увидел ничего объективного здесь, исключительно личная ненависть, я могла даже сказать, что этой книгой он ему мстил. Ну, извините, как бы это наплевать. Само собой, но люди встатные для того, чтобы сделать больно другому человеку, чтобы облегчить свое состояние, выплеснуть злобу, этим самым почувствовать себя легче. Но этого не происходит все равно. видишь, значит, именно вот это единственная книга, которая производит впечатление документальной. там художественной ничего нет, ни об окружении. Да, соглашусь, он цитирует письма, он цитирует протоколы, но предподносит их, он, скажем так, смысл намерен в негативную сторону. И мне это не понравилось категорически. Ну, я уже сказала, что до меня как-то это не было именно проваления Николая. Сколько проколов это русско-японская война, когда погубили все и вся, и флот наши, и кошмары, что там, я еще читала, помню, не я, но флоты, господи, это мне недавно спрашивала, с памяти вышел писателя. Ну, ладно, не будем об этом, который вот писал так, о русско-японской войне, например, художественной, что такое впечатление за душу правила, что охота была бежать. На букву Пикуль. И поэтому хотелось бежать и бить мордой всем этим министрам, Николаю, всем. Это просто вот такие вот безумства, такой ужас творился. Муж моей коллеги ненавидит Николая Второго именно благодаря Пикулю. Я не знаю, куда там ударили, и прошу прощения. Потому что тогда был доступен, мы его читали, перечитывали, очень хороший писатель. И поэтому Первомировая возьми. Чего ввязались-то наши братья славяне, чему мы полезли, что наши интересы там были какие-то, сколько мы полезли. надеялись. Вот гряди-ка ты. Они к нам призвали, ну-ка помогайте. И мы пошли помогать. мы на четыре с лишним года. 20 век вообще нас не обидел. А в концовке вона революции и вот до чего мы пошли. Поэтому вот к чему привело все это. Тут я не знаю. Да, семья нет, да, чего-то куда-то. Ну к этому все давно ушло еще. революционные нервы существовали всегда. Ну они до такой же степени чтобы так взять и отдать. Бескровные вообще практически. Вот ни одной кровиночки даже. Да, из Дима Дворец вообще взят просто так. Я вообще не ошибаюсь. Аврора холостым только выстрел. Если я не ошибаюсь. Больше ничего и не было. Так, ну и династия в романах Екатерина вторая. Ну и там у тебя печаль тоже это сборник. Равич две столицы. У меня стоит ГГ. Угадайте, что слово ГГ здесь значит. Жданов последний фаворит, поэтому уже говорили. Зубов Платон. и господи, у меня почерк как у врача. Даром что в больнице работаю. Салиас скорее всего. Салиас. А у меня такая. Сенатский секретарь. Если две столицы это вообще ГГ. Вообще ГГ. То есть Екатерина вторая представляется такой разрадной эгоисткой. которая такая педофилка, которая исключительно молоденьких ей, которая ничего больше не думает, кроме как не будем называть вещи своими именами. Но вы знаете, все-таки один раз я ее в последствии чтения назвала Екатерина второй дурой. Когда прочитала, что она из-за своей паранойи, какой-то паранойной идеей приказала сжечь 180 тысяч книг. Все книги, которые написала по графе человека, который ей не нравился, непонятно почему, терпеть не могу, когда жгут книги. Прямо бесит. И Луис Алир Сенатский секретарь, добрейшая притча, очень милая, очень такая, ну вот, притча притча очень хорошая, я хвалю и советую. Она совсем небольшая, времени немного не отнимет. Почитайте. Ну и все, в общем, я подытоживаю. Я подытоживаю тоже. Много нового я узнала и об этих правительницах, Анне Ивановне и Елизавете, ну и Катерине, естественно, начало ее жизни и конец уже, когда Плутон Зубов появился. Он так вот расписывает, как-то понимающие Ждана, что да, она понимала, что разница в летах такова, что он и его внуки, она понимала, как-то это ненормально, но нравилось ей это вот, ну нравилось, поэтому она как и всякого, всяко обласкивала, задаривала, ну как сыр в масле, как все фавориты. Сегодня я из-за окна как Орлова положил, но сделал свое дело Мавр, и пошел вон, потихоньку так кыш-кыш-кыш-кыш-кыш, что Григорий, что Алексей, ну и остальные тоже. Ну чего уж тут греха таить, все правительницы с этим грешили, у каждого были свои фавориты. Ну возьми. ну один фаворит, ровесник, исправительница даже сочеталась с тайным браком, но извините, не коллекция молоденьких цыплят. Ну тем не менее, вот такая она была, и ничего тут не подпишешь. Тут уж опять же с другой стороны много доброго изладило. Говорят, золотую венку, но не знаю. Я еще подожду, что он напишет в своей истории России. Здравствуйте. Да, спасибо. В той эпохе, которая будет и Катерининская, но он несколько раз отмечал, что великая Екатерина была не потому, что она была великая, а потому, что люди при ней были велики. Ну это запомнил любого хорошего правителя. Ну свита короля то все делает, понятное дело. Один в поле неволен, и каким бы талантом не было, и бог знает каким, конечно, если вокруг одним сдаемся дурачью, то тут же как же не славишь, как бы там ни было. Поэтому подытоживая, я довольна, хоть уже к концу я несколько повыдохлась. Все-таки не стоило нам вот так прям накидываться. Так залпом просто все это поглощать интересно, но уже потом утомительно. Вот почему я так обычно не делаю. Но венчатые затворницы у меня произвели такое хорошее впечатление, что я не удержалась. Да, поэтому читали, 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 я уже тебе говорила, раз ты уже изнемогаешь, за кожу брось. Нет, нет, я должна. Нет, один раз я сделала перерывчик один раз, однажды. Так что я не совсем запомнился. Все-таки один раз я другой книгой разбавила. Ну, по крайней мере, я довольна. Я получила очень четкое такое захватывающее впечатление обо всех вот этих правителях, об эпохе, которую назлагает быт, вот просто язык простого народа и окружение, то есть бояре и все остальные взаимоотношения, их чаяния, их, так сказать, подспудные там всякие. Вообще, кстати, если я была бы преподавателем истории, я бы... Вместо Карамзина и Соловьева. Я бы, ну, вместо, я бы рекомендовала за дополнительную оценку своим ученикам данного писателя и его произведения. Это интересно, потому что интересно, я говорю, что просто получаешь вот полностью живешь и дышишь этой эпохой. Молодец. Сумел. Сумел. На этом все. До свидания. До скорых книг. Продолжение следует... Продолжение следует...